Приветствую зрителей моего канала. Давно хотел снять видео, оно вроде простое, может быть не сильно полезное, но для меня оно полезное, поэтому я все-таки его сделаю. Видео будет о крышечках, о том как сделать отверстие красивое, ровное, аккуратное, чтобы у нас всякая зараза через него не лезла. Вот смотрите какие моменты бывают. Вот мы сейчас их насверлили много разов. Бывают вот красивые, да, вот такие вот. Но это очень редко. В основном у вас будут получаться вот такие вот страшненькие, дырявые, такие вот уродцы маленькие. А чтобы было красиво, мы придумали очень простой способ, как это все дело подправить. Вот смотрите, вот такой вот волшебный напильник. Вот он сейчас вот эту крышку. Давай, показывай, как сейчас это будет все делаться. Сейчас сделают ее очень классно. Вот человек делает второй раз в жизни. Вот. И крышка получается уже получше. Ну, в принципе, если чуть-чуть еще ее напильничком вот так простите, делать трещины как раз. Вот еще здесь. Расширяй, не бойся, потому что мы потом клапан еще больше сделаем. Да нет, ты больше, больше, не бойся. Там просто она будет лучше, но главное, чтобы она была гладкая. А ты сможешь нормальный клапан вставить, обычный. Вот, смотри, там прям проточи вот так. И туда сверху, вот так-то, ага. Вот. И получается она значительно лучше. Вот, значительно ровнее. Ну, человек просто второй раз в жизни это делает. Поэтому, ну, смотрите, сейчас я вам покажу, сколько я их наделал. Вот. Главное вот с этой стороны начинать. И вот в эту сторону заканчивать. Потому что все вот эти заусенцы, их можно не удалять, а они просто от воды, от ржавчины все равно сами по себе сржавеют и отвалятся. Поэтому это бесполезное действие. Крышка, она не навсегда и не сильно часто вы ее много раз можете использовать. Вот. То есть, вот посмотрите, вот все одинаковые. У меня они красивые получаются, да? Видите, какие? И главное, чтобы скос был в сторону банки. То есть, мы отсюда клапан вставляем воздушный, и получается у нас очень классно. Где-то были тут уже готовые. Сейчас я вам покажу, что из этого получается. Вот. То есть, такая крышечка. Она получается очень аккуратная. И сами ватные тампоны я стал делать здесь больше такого диаметра, потолще. Ну, и, соответственно, дыхание улучшилось. Я сейчас вам покажу, к чему это привело. Вот они у меня. Смотрите, все сейчас одинаковые. Я их все прям вообще все одинаковые сделал. Ну, и, естественно, все прекрасно зарастает. Вот, смотрите. Я тут брал экспериментальные мицели. Здесь у меня было совсем чуть-чуть. Я думал, не зарастет, а оно, видите, все заросло. Хотя клал сюда очень маленький кусочек. И везде в каждой банке было очень-очень мало. Очень мало. А не все, видите, все заросло. Так что дыхание и доступ к свежему воздуху – это очень важно. Если делать неправильно все, вот такая мелочь, как вот это вот отверстие, оно, что называется, даст потом такой жизни. Вот если, вот, допустим, вот так оставить, да, и поставить клапан туда, и у вас будет вот с этих, со всех щелей, вот, зараза, там, всякая триходерма, там, еще что-то, всякая пенициллина и прочее-прочее, разное попадать. Ну, и, естественно, бактериоз еще вдобавок. Вот. И вот эта мелочь, она будет уже, скажем так, проблемой. Не мелкого такого масштаба. Вы представляете, процентов 10 брак будет? Вот это будет, да, в маточнике. А у вас, допустим, материал очень редкий, и найти вы его больше нигде не можете. Ну, вот на этом все, в общем-то. Хватит уже на сегодня кошмаров. Так что всем хороших, красивых отверстий в крышках. Ну, и до новых встреч. Всем удачи.